Афалина, Сочинский дельфинарий, Океанариум ДВ, Белый Кит. Документы в отношении этих четырех компаний по статье «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство», поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Рассмотрение дела в отношении компании Белый Кит началось 4 июня. В частности, претензии заключались в том, что животные были выловлены не тем судном, которое было заявлено в разрешении на отлов косаток. Также компания не предоставила документы учета вылова и не уведомила пограничного управления о месте выгрузки животных. Моё личное мнение заключается в том, что сам вот этот вот весь процесс не должен образом на определенных уровнях, определенными документами регламентировать. Отсюда возникли очень много, так сказать, проблем, в том числе, так сказать, у рыбаков, которые осуществляли этот лов, да, вот. И, соответственно, от этих органов, которые выдавали разрешительные билеты, вот. То есть, это все должно было бы определенным образом регламентировано. А 7 июня суд назначил компании Белый Кит штраф в 28 миллионов рублей. Теперь у компании есть 10 законных дней на обжалование штрафа через Приморский краевой суд. Начинается на этой неделе и слушание дел по двум другим компаниям, отлавливающим животных. Это Афалина и Океанариум ДВ. Честно сказать, я в шоке от поведения представителей отловщиков. Множество раз. Сначала заседание я еще считала, насчитала 6 раз, как судья сделал замечание всем представителям отловщиков. Хихиканье, перебивание, громкие высказывания, то есть повышение голоса. Ну, я не знаю, я считаю, это просто недопустимо. Я считаю, привел достаточно доводов, чтобы доказать, что отловщики совершили огромное количество ошибок. А вот рассмотрение дела о нарушениях правил рыболовства в отношении компании Сочинской дельфинарии фрунзенский районный суд Владивостока перенес на 19 июня. Ожидается, что в этот день привлекут дополнительных свидетелей по делу. Сегодня в бухте находится 10 косаток и 87 белух. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, а кроме того, были признаны незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Олег Завьялов, Евгений Опарин, Новости на Восьмом.